Здравствуйте, я Владимир Вайнер, и это мое открытие в Южной Корее. 365 открытий за 2015 год. С каждым открытием жизнь станет интересней. Смотрите на канале Роскор.тв. Из множества отличий корейского метро от российского, сегодня хочу обратить ваше внимание на то, что, как правило, не замечается жителями, когда оно есть и без чего неудобно, но все терпят, когда нет. Это то, что называется безбарьерной или доступной или инклюзивной средой, когда при любых уникальных потребностях или особенностях жителя городская среда или даже среда общественного транспорта все равно комфортна. Например, если вы с тяжелым чемоданом, детской коляской или инвалидной коляской, вы все равно чувствуете, что о вас позаботились и в разные моменты жизни с таким встречается большинство людей. Вот такой традиционный вход в метро. Как вы видите, здесь определены определенные категории, а кроме этого есть кнопка help. Ей я, например, иногда пользуюсь, когда не совсем понятно, куда идти, и мне важно либо выйти или войти в метро. В современных, вот сейчас уже новых станциях метро, вообще нет ограждений. Просто рекомендовано проходить здесь определенным категориям граждан. Если смотреть на станцию, то достаточно бросается в глаза навигация. Она как минимум на двух языках, чаще на трех языках. И вот видно, что люди аккуратно стоят в очереди каждой двери. На станциях, на большинстве станций лифты, а станции больше 400, всего 18 линий метро и вот около 400 станций. Лифты тоже с навигацией. Опять же, рекомендовано, указано, кому именно предназначены эти сервисы. Ну и плюс еще дополнительные какие-то такие моменты на таких вот указателях и социальной рекламе. Если посмотреть на станцию, как видно, вот и на стенах, и на полу. Постоянно везде разметка, разметка даже на дверях. Вот в данном случае видно, что эта дверь предназначена для этих категорий. Поэтому вот если так вот просто вот мы идем по станции, мы видим, соответственно, вот эту разметку. Она указывает и номер вагона, и номер двери вагона, и даже места, где вот, вот смотрите, вот такие вот синенькие треугольнички с указанием человека с палочкой, и даже вот есть еще и указатели для слабовидящих. Если же речь идет об инвалидной коляске, то еще и отдельное вот такое вот место для того, чтобы именно здесь, именно в этот вагон и в эту дверь заезжали люди на инвалидных колясках. И это вот как раз видно, значит, и на двери, и на полу, и на стене, и на указателях, подводящих к этому месту. Соответственно, внутри коляска смотрится нормально, я встречаю достаточно часто, если езжу в метро, людей на инвалидных колясках. И еще один момент такой тоже удобный, это то, что вагоны метро совмещены, то есть можно легко переходить из одного вагона в вагон, если знаешь, что там уже вот заранее там можно готовиться к выходу и выйти в нужном тебе вагоне. Ну и в данном случае расстояние, в двери, они все рассчитаны. И еще один интересный момент. Специальные места для, в данном случае, четырех категорий граждан. Пожилых людей, беременных женщин, людей с какими-то вот там проблемами на данный момент здоровья и мам с детьми. Вот молодой человек не садится. И тут же над ним идет социальная реклама, которая объясняет, как метро доступно для разных вот категорий с разными возможностями или потребностями. Вот такой вот, можно сказать, провели мы эксперимент. Витком в вагон и, смотрите, никто не садится. И кроме вот, соответственно, вот уже пожилой женщины. И это нормально. Вот. И это интересный очень момент. Поэтому в вагонах, конечно, ездить приятно. И с другой вот стороны опять только вот мама с ребенком и соответствующие указатели об этом.